Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Доброе утро, друзья! На календаре 3 марта, вторник И сегодня вы можете отметить Всемирный день писателей Или, быть может, Международный день здоровья уха и слуха Да это, в общем-то, не важно Главное, что начать это утро вы решили с утренним шоу Овсянка Овсянка это самое полезное шоу среди утренних И самое утреннее среди полезных Вы проснулись с нами, это здорово Ведь утро обязательно нужно начинать с овсянки С овсянки на Первом Ярославском И сегодня нас ждет Посвятим сегодня много времени еде В первой части программы учимся делать леденцы А во второй осваиваем азы грузинской кухни С колоритного блюда под названием гибжалия В спортивной рубрике осваиваем комплекс упражнений для дома И выясняем, какими подручными средствами Можно заменить спортинвентарь А также смотрим культурный обзор от Натальи Антоновой Меня зовут Алексей Торхов И мы начинаем утреннее шоу Овсянка Друзья мои, а что вы знаете о таком знакомом лакомстве, как леденцы? Знаете ли вы, что в России и в ряде стран СНГ Леденцы обычно выпускаются в форме петушка Но раньше популярнее всего были леденцы в форме рыбдомика и льонки Так как форма петушка была слишком сложной В Японии леденцы начали готовить еще в 7 веке А французские кондитеры делали леденцы в средневековье Так давайте и мы не упадем в грязь лицом И научимся делать собственные леденцы Смотрим! Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Леденцова И сегодня мы с вами приготовим любимое лакомство детей и взрослых Натуральные эко-леденцы Итак, для этого нам понадобится Сахар Обычный Вода И лимон Соотношение 2 к 1 В данном случае я возьму 400 г сахара 200 г воды И 10 капель лимонного сока Сахар засыпаем в емкость У меня это сотейник Наливаем воду И добавляем пару капель лимона Рекомендую использовать только настоящий лимон Потому что лимонная кислота не относится к серию эко-карамели И ставим нагрев Спустя 3-4 минуты Ну, может быть 5 В зависимости от объема, степени нагрева То есть это может быть индукционная плита, как в моем случае Это может быть обычная керамическая плеточка или газ Вот, у нас получилась натуральная эко-карамель Как проверяем карамель Берем стакан холодной воды Палочку, как в моем случае Мешаем И опускаем Если трещит, ну, можно послушать То карамель готова Хочу сказать, что Если в процессе мешать карамель Ей ничего не будет Многие думают, что если карамель мешает Из-за этого карамель сахарится Почему сахарится карамель? Первый фактор Некачественный сахар Бывает, знаете, даже в магазинах Доходит до того, что видишь на этикетке сахарный продукт Второе Недостаточная степень нагрева То есть, если нагрев будет слабый То карамель может в процессе засахаться То есть, плохо провариться Дальше не добавить лимон То есть, вот, тоже один из факторов Итак, у нас получилась натуральная эко-карамель Сейчас, что мы делаем? Берем И заливаем формочки Так вот заливаем Почему пузырится карамель? Потому что еще недостаточно она остыла То есть, заливаем осторожно формочки Температура приготовления карамели Примерно 160-165 градусов То есть, очень аккуратно Одевайте перчатки, чтобы не получить В процессе приготовления карамели ожог Кстати, можно также приготовить натуральные леденцы Добавить вместо воды отвар ромашки А вместо какого-то красителя Добавить натуральный сироп черноплотной рябины Или корень имбиря И у вас получатся натуральные, полезные домашние леденцы Которые также порадуют не только вас, но и ваших детей Приготовьте обязательно карамельки дома Идеально, как раз Очень важный момент для использования карамели Использовать только деревянные палочки, шпажки Никакого пластика Потому что пластик при нагреве выделяет неполезные вещества Так, вставляем Далее подготовленные сахарные картинки Сахарная печать Она выглядит вот так вот Изображение может быть абсолютно любое Это абсолютно съедобная сахарная картинка Ее можно кушать А десятый леденец я приготовлю сублимированной малиной То есть добавлю вместо сахарной посыпки сублимированную малину Полностью натуральный продукт И полезно, и вкусно Итак, время застывания леденцов зависит от формы, от объема и от многих других факторов От температуры помещения тоже много важных факторов У меня вот такие формочки Еще форма не застыла до конца Подождем Если все правильно приготовить, то у вас получается вот такой натуральный полезный эко-леденец Далее приготовленные леденцы упаковываем в упаковку То есть берем пакетик Специально для леденцов Пищевое безусловно Заворачиваем И отрезаем ленточку И завязываем узелок Так леденцы будут храниться лучше И туда не попадет влага Очень важный момент, что если в помещении очень влажно То карамельки могут в процессе приготовления прилипать к пакетику Это тоже часто бывает Запомните В помещении должно быть максимально сухо И в итоге у вас получается из сахара Воды и лимона В настоящий эко-леденец Который порадует не только вас, но и вашей близкой В Овсянке настало время спорта И сегодня давайте осваивать комплекс упражнений для дома И параллельно выясним Какими подручными средствами можно заменить спортивный инвентарь Ну, например, кружка с кофе Это же тоже, так сказать, разминка для рук Или нет? Здравствуйте Меня зовут Татьяна Коржевина Я фитнес-тренер И сегодня я покажу вам небольшой комплекс упражнений для дома У меня в руках специальное оборудование, которое скользит по полу А вы можете взять любые одноразовые тарелки Одеть шерстные носки, взять салфетки Что угодно, лишь бы скользило Начинаем Первое упражнение называется «Скалолаз» И мы делаем его 10 раз Встаем в планку на прямых ногах Ножки ставим на оборудование наше И подбежали Два, три, шесть, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Вытянули ножки И по одной стороны Так, по 10 раз Переворачиваемся Переворачиваемся Сначала 10 раз поднимаем таз Упражнение называется «Ягодичный мостик» На выдохе Десять раз Оставляем таз наверху По одной ножке вытягиваем вперед Таз вверху высоко Ложимся Ножки оставляем согнутыми Чтобы оставался пройти немножко небольшой в спине И делаем прямые скручивания 30 раз Обязательно на выдохе При каждом скручивании Втягиваем животик Вот и закончилась наша небольшая разминочка Если вы хотите увеличить эту тренировку Повторите этот комплекс 3-4 раза И у вас будет полноценная хорошая тренировка Хорошего дня Доброе утро тем, кто еще только просыпается И тем, кто уже начал это утро Самым полезным утренним шоу «Овсянка на Первом Ярославском» Меня зовут Алексей Торхов И прямо сейчас Время кулинарной рубрики Готовим грузинскую гибжалию Есть захотел Ну что ж, друзья, доброе утро Прямо настолько доброе, что оно еще будет максимально вкусное Я, кстати, нахожусь в святая святых ресторана и меди Да, правильно? И шеф-повар Рамас Рамас, доброе утро Доброе утро Ну что ж, я думаю, что Рамас Мы сегодня будем готовить очень много всего вкусного И не просто так я вчера сел на диету Чтобы сегодня сказать Нет, диета, Рамас, это не про меня Диета не будет Диеты не будет Итак, давайте, Рамас, перейдем вот к самому вкусному К самому жаркому Потому что, если смотреть на нас, можно подумать, что мы здесь стоим уже часа три Рамас, что мы сегодня готовим? Первое блюдо готовить будем гибжалия Вот это по вкусу потом, когда будем пробовать, лучше тогда узнать То есть, а вы мне рассказывали просто пока мы Вы уже можете начинать, я буду фокусироваться на каждом вашем движении Что вот человек, который приехал в Грузию и не попробовал гибжалия Считай, что не попробовал грузинскую кухню Считай, что не человек, Рамас, я бы даже так сказал Я так не могу сказать Ну, это я сказал, вот, потом мы это вырежем, ладно Итак, Рамас, что нам для этого понадобится? Что нужно, чтобы гибжалия у нас получилось? Чтобы гибжалия приготовить, нам нужно взять сыр Свежий сыр Взять еще мята Я чуть-чуть, да, заготовку заранее делал Потому что время, чтобы провести нормально Вот сейчас мы берем сыр, кладем на горячую воду Потом его выносим, матываем и смазываем И так будет прекрасный вкус у него выглядит Берем сыр Прямо в кипящую воду? Да, в кипящую воду надо Чтобы вы понимали Да, 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 обязательно кипячая вода надо Минут 10 не надо, минут 5 минут хватит полностью Рамас, а можно ли гибжалию сделать дома? Вот прям в домашних условиях Любое время можно делать И дома можно делать, и все можно Но только надо знать, что сыр годен ему или не годен Потому что из всех сыров не делается гибжалия А вот из каких? Он должен молочным Ага Молочным И сколько ждать? Сколько примерно ждать? Минут 5? Минут 5, пока он плавится Не надо даже минут 5 еще раньше будет Осмотрим Потом все сделаем И вам тоже можно попробовать сделать Я, пожалуй, поем, Рамас Я попробую, я попробую Давайте Просто когда я уже Не то я говорил Вам сказал, что попробую А, все, я понял А вот это мята, да, если я не ошибаюсь? Мята приготовлена там со специями А, все Я специально добавляю специи Давайте откроем секрет, Рамас Давайте откроем Небольшой секрет Я секрет открою, но все равно это вам не удастся делать Потому что... Отлично Тогда следующий вопрос Один секрет все равно остается за поваром А, то есть есть какой-то секрет, который всегда остается за вами? Да, всегда А какие специи вы в мяту добавляли? Здесь я добавляю чуть чеснок Так Чуть кинза и мята И смешиваю его Угу Чеснок, кинза, мята А об вкусу потом будем говорить Как вам порадится? Я просто вижу, что у нас уже Все Уже расплавилось прям А что-то еще мы будем добавлять, Рамас? Ничего Кроме этого ничего не будем добавлять То есть мята Со специями Сыр, который мы плавили в кипящей воде Да Все, больше ничего Интересно А, мы же потом будем выкладывать сыр Мы же его будем, ну имеется Мы его будем заматывать во что-то Сейчас все увидите Немножко Немножко Ну на самом деле Вот так бы и я смог Просто выложить сыр Этого смог делать, да? Это я смогу, да Ладно, дальше процесс идет Его обрабатываем Обрабатываем полностью Вот здесь Берем мята, которая со специями сделана Так Мажем его Специально Вот сыр, кстати, стал похож Ну как-то внешне Стал похож на тесто Тесто похоже Это специальное дело Чтоб Его накрутить потом Мы сейчас закручиваем сыр В который мы Положили мяту Да И можно есть? Сверху тоже, да, конечно Порезут и можно есть Подождите То есть все? Пять минут и готово? Готово Пожалуй Я буду дома есть Только это блюдо Ромас Готовите и есть, да? Готовите и есть, да Ну, только вот Оно должно как-то остыть? Или оно подойдет Прямо вот Его надо кушать горячим? Можно горячим Можно Ну, это вообще-то По-холодному подается Но горячим тоже можно Попробовать и кушать Итак, сыр Мята Специи И блюдо готово А, нет И золотые руки Шеф-повара Ромаса Вот еще И вот еще Вот еще Чтобы знали Вот от этого делается Вот это Вот это мята лично Это обычная Перечная мята, да? Вот с этого мята делается Все Процесс гибжали закончен Ну и я думаю, что вот Если первую часть Вырезать И сказать Очень вкусно Можно подумать, что Я ее сам приготовил Вот Итак, Ромас Это очень круто Во-первых, это очень быстро Это очень вкусно пахнет Я уверен, что это еще Это сытно еще Да Вот И с мятой Гибжали, да? Гибжали Гибжали Вот Его можно по-разному Виду делать Можно кругленький делать Можно рулетики делать Можно Любую форму Можно давать его Любую Просто вот так сейчас Удобно, чтобы быстро Накрутили И сделали А вкуснято Это вкус Никогда не теряется Хатак делай Хатак делай Не теряется Ничего Слушай, я думаю, что Хватит снимать Мы будем Пробовать Ну а сейчас в эфире Овсянки Самая Судьбоносная Рубрика Гороскоп У Овны Вечером стоит Максимально Отключиться От ежедневных Обязанностей Особенно это касается Наиболее поглощенных Заботами Представителей Знака Тельцы Будьте осторожны На дороге И при исполнении Небезопасных работ Не помешает Осторожности В общении Старайтесь Говорить только О собственных чувствах И не обвинять других Близнецы Стоит быть Осмотрительными Со словами Опрометчиво Сказанная Острая фраза Может спровоцировать Конфликт Решать Которую У вас Не будет Желания Раки Начало недели Благоприятно Для дел По дому Привлеките К этим делам И вашего Любимого Человека Так вы еще И укрепите Собственные Отношения Львы Сегодня Следует Достаточно Времени Отвести Для заботы О своем Здоровье Подумайте Не стоит ли Пересмотреть Вам режим Дня Питания Или привычки Девы Сегодня Вероятны Конфликты С семьей Возникнуть Они могут На фоне Разговоров О финансах И при распределении Обязанностей Старайтесь Не закипать И со временем Все удастся уладить Весы Вам сегодня Изрядно Может понадобиться Сила воли И целеустремленности Впрочем Найти их Будет задачей Не из простых Скорпионы Ваше устремление Взвешивать Все за и против При каждом решении Сегодня пригодится Вероятно Вы сможете Удачно Применить его На работе Что в дальнейшем Положительно Повлияет на улучшение Вашего материального Положения Стрельцы Стабильность Ваше главное слово В этот день Возможно Неожиданные выходки Близких Однако Ваш внутренний покой Эти ситуации Не покачнут Козероги Сегодня Вы можете Легко потерять контроль И попасть в ситуацию На улаживание Которой Понадобится Слишком много усилий Будьте осторожны Водолея День будет благоприятным Для смены имиджа Можно посетить Парикмахера Разобрать вещи В гардеробе Важных дел Звезды Начинать Не рекомендуют Рыбы Постарайтесь Не принимать Импульсивных решений Возьмите себе На вооружение Строгость И осторожность В выборе Это спасет От неприятностей Овсянка Овсянка Меня зовут Меня зовут Алексей Торхов И сейчас Мы будем учиться Правильно зевать Да-да Именно Такой зарядкой Для голоса Решила разнообразить Ваше утро Елена Ох Крутецкое Вы теперь тоже Должны Кстати зевнуть Это же цепочка Зевков Получается Так Зевайте С удовольствием Поехали Ну что Доброе утро Мои дорогие И мы продолжаем Нашу зарядку Для голоса Проснулись Потянулись Потянулись А вы знаете О том Что можно зевать С удовольствием И с пользой Вот сейчас Мы попробуем Разогревая Наш голос Еще раз Зевнули И потянулись Молодцы А теперь давайте Попробуем Немножечко Подышать Поинтенсивнее Итак Ручки у нас Сжимаются В кулачки На вдохе Выдох у нас Идет непроизвольно Это будет Выглядеть Приблизительно Вот так вот Понятно Да Можно еще Голову Поворачивать Вправо Влево Давайте попробуем Подышали Легкие Наполнили Кислородом И теперь Давайте Разомнем Наш Язычок Круговые Движения Делаем По часовой Стрелке Язычком А теперь Против Часовой Стрелки Улыбнулись Сказали себе Молодец Потянули Так красиво Молодец Полный голос Полный голос Молодец Прекрасно Ну что Давайте мы с вами Вспомним Какую-нибудь Хорошую Хорошую Обязательно Скороговорочку Давайте Про Сашу Которая Шла По Шасе Шла Саша По Шасе И Сосала Сушку И чуть-чуть Быстрей Ещё Можно чуть-чуть Прибавить Темп Шла Саша По Шасе И Сосала Сушку Шла Саша По Шасе И Сосала Сушку Шла Саша По Шасе И Сосала Сушку Молодцы Размяли Наш Артикуляционный Аппарат А теперь Давайте Ещё раз Погромче Разбудим Наш Голос Такой Небольшой Распевочкой Маме Мимо Му Пробуем Маме Мимо Му Оцінули Ещё раз Маме Мимо Му Повише Маме Мимо Му Ещё Выше Маме Мимо Му И Выше Маме Мимо Му Маме Мимо Му И Опять Въехали Вниз Маме Мимо Му Маме Мимо Му Ну Что Вот Так Мы С вами Прокачали С утра Наш Голос Хорошего Дня Отличного Настроения До новых встреч Сейчас наш эфир Вырывается Наталья Антонова С культурным обзором Ярославских Событий Мне кажется Я как-то очень Официально Представил Наталью Ну давайте посмотрим Всё Смотри Смотри Не на меня На Наталью Она Там Короче Пока я не уйду На Наталью Никто не смотрит Да Ухожу Доброе утро Любители Прекрасного В эфире Первая культурная Меня зовут Наталья Антонова Поздравляю вас С началом весны С масленицей И просто С хорошим настроением Сегодня Порадую вас Классической музыкой Роком Искусством Живописи Страны Восходящего солнца И потрясающим Спектаклем Все подробности Смотрим Далее Эстетика Визуального Наслаждения Премьера спектакля Калина Красная В Волковском Настоящий подарок Театралам Которые ценят Красивую картинку Ритмика Ярких контрастов Разбавляющая сцены Словно разрезает Их на необходимые границы Судьба вора Рецидивиста Как наглядная Налогия жизни И характера Всего русского народа Броситься во все тяжкие Все оставшиеся жизнь Каяться И не потерять Веру в лучшее На зло обстоятельствам И людям Из прошлого Любить своих близких Родину И стремиться К жизни По совести Еще один подарок Для ценителей картинки Но уже другой Красота Японской туши Где нет права На ошибку У художника Всего одна попытка В Ярославском музее Зарубежного искусства Открылась выставка картин Выполненных В технике Субакуга Что же это такое Предлагаю взглянуть и вам Вот эти кисти По-японски Называется Фуде Что это значит? Круглая кисть Она специально сделана Таким образом Чтобы кисточка Потихоньку Постепенно Отдавала Воду По мере Письма В этом и заключен Главный принцип Японской техники Письма Суибакуга Тушь, вода, бумага И искусство штриха Причем Мастерство художника Здесь Главенствует Один неправильный мазок И картина Испорчена Тоже Засыхает мгновенно И второго шанса Все исправить Не будет Сначала пазл Должен полностью Сложиться в голове На самом холсте Уже никаких Вольностей В голове Складывается образ И он как раз Переносится на бумагу Уже в сложившемся виде А в европейском Искусстве Там иногда Можно В процессе Письма Можно Переделать Если посмотреть Внимательно То можно увидеть Что на каждой картине Изображен Вот такой вот Красный квадрат Это Не QR-код А печать художника В нем зашифровано Его имя Точнее Псевдоним Первую часть Псевдонима Художник берет От своего наставника У Ирины Это прекрасно И к нему Она же добавила Свои любимые цветы Пион И получается Что картина Принадлежит Автору Прекрасному пиону В восточной культуре Просто так Ничего не бывает Так и свиток На котором расположена Картина Продумывают До мелочей Произведение Хозяин Оформление Гость Что изображено Если ее взять Однотонно Чем-то таким То потеряется работа Предстоит такая задача Таким способом Как-то поймать Зрителя И увести его в картину Если присмотреться Можно заметить Что края обрамления Разные Верх символизирует небо И соответственно Он выше А нижний Это земля Здесь у зрителя Будет удивительная Возможность Посмотреть С одной стороны На традиционное Японское искусство На искусство Которое связано С восточной философией Мировоззрением Страны восходящего солнца Искусство Которое Не отрывно От японских традиций А с другой стороны Мы видим Вот эту живопись Традиционную В исполнении Российского художника Причем художников Признанного Культурными Кругами Японии Ирина Левашова В японской технике Отражает не только Восток Но и просторы России Ознакомиться с ее Работами Можно в книге А вот посмотреть Японию Можно уже сейчас В музее зарубежного Искусства А уже в художественном музее В эту субботу Звучала классическая музыка Причем исполнялась Она в России Впервые А была написана Нашей землячкой Леокадзией Кашпервой Более века назад На часа концерта С ее первой сонаты Музыка Которая с первых нот Пронзает тебя сердце И откликается Миллионом мурашек И ты понимаешь Почему учитель Леокадзии Антон Рубинштейн Признавал ее талант И говорил Что она лучше музыкантов Мужчин По крайней мере Консерватории Во втором же отделении Звучали уже Произведения Ученика Леокадзии Игоря Стравинского Великого композитора Которого Его преподавательница Научила выходить За рамки И играть с нотами Даруя произведениям Невероятный полет И многогранность звучания Зажгли по полной Во всех смыслах От души потанцевали Вокруг полыхающие куклы Погуляли Всех простили И блинов конечно вкусили Это если коротко О том Как прошел финальный день Главной масленицы страны В парке на Даманском Собрался Кажется Весь город Нажатаж Начался не к вечеру А еще с понедельника Если серьезно То гуляли повсюду С самого утра Пока кто-то Наслаждался концертами На советской площади Другие проводили Время активно Занимались спортом На стадионе Спартаковец Кулачные бои И традиционная Русская лапта Заряд энергии Получили до следующего года Ну а всеми Любимый обряд Сжигание масленицы И окончание прощания с зимой Ярославцы И гости столицы Золотого кольца Застали на Даманском острове Ну а любители Высоких технологий Осваивали в космос И знакомились с роботами Виртуальная реальность Раскинулась На сотнях квадратных метров Выставки Вперед в космос Попрыгать с планеты На планету Можно и взрослым И детям Тренажеры космонавтов В прямом смысле Кружат голову Зеркальный лабиринт С разноцветными точечками С первых секунд Делает ноги ватными А VR игры Переносят в будущее И другие миры Если не успели Испробовать это еще на себе Время еще есть Порезанные джинсы хору В принципе, как и остальные хиты Группу Animal Jazz в Ярославле Ждали еще несколько месяцев назад Но из-за болезни солисты Выступление перенесли И, видимо, это пошло на пользу Как оперетив Чтобы раздразить Музыкальный аппетит слушателей Все выступление Невероятный драйв С откликом от зала Может, именно это И стало катализатором Для откровений солиста Александра Красавицкого Он признался Что за возможность выступать На сцене платит Самым дорогим для человека Одиночеством И внимание зрителей Их сообщение И энергетика Это то, чем он питается После такого искреннего признания Кто-то из зала Сразу подарил ему цветы И счастья вместе с ними Дорогие зрители Любите искусство Дарите творцам Святые Ведь они Отдают нам Часть своей души В своих же произведениях Всем любви Счастья И до новых встреч Настало время нашей рубрики Посвященной интересным фактам О Ярославской области Знакомимся с речным бобром Друзья А вы знали, что едва ли Не самым уникальным животным Можно назвать речного бобра Издавна людей удивляло Его инженерное искусство Плотины этих зверей Так надежны, что могут Выдерживать даже вес человека И еще одна особенность Строгая дисциплина Режим бобры соблюдают Безукоризненно Летний день начинается Еще затемно И продолжается до восхода солнца Осенью они трудятся Еще больше Их рабочий день Длится по 10-12 часов Но зато зимой Бобры могут отдохнуть Если они и выбираются Из хатки То только за припасенным Летом кормом Рацион бобра разнообразен Они употребляют в пищу Более 300 видов растений С большим удовольствием Грызут из стволы деревьев Селятся обычно В тех местах Где произрастают Ива, тополь, осина или береза Так как именно эти деревья В обязательном порядке Должны входить в рацион бобра Бобры Моногамные животные Подобрав себе пару Они живут вместе На протяжении всей Оставшейся жизни Продолжительность жизни Бобров в неволе До 35 лет В природе 10-17 лет Они превосходно ныряют И плавают Но под водой Могут находиться Максимум 15 минут Хатки строятся В местах Где рытье норы невозможно На низких заполоченных берегах И на отмелях В водоемах С изменяющимся уровнем воды А также на мелких ручьях И речках Семьи бобров Строят свои знаменитые плотины И это позволяет им поднимать Поддерживать И регулировать Уровень воды в водоеме И под конец эфира Традиционно Наша добрая рубрика В ней мы каждый день Рассказываем о тех Кто ищет дом И заботливых хозяев Сегодня Это красавица Матильда Какое красивое имя Смотрим Это Матильдочка Матильдочке Два месяца Ее на прошлой неделе Подкинули нам К приюту Приехали двое людей С просьбой взять собаку Но так как у нас Не было мест Мы были вынуждены Отказать Но люди нашли Другой выход Они просто высадили Собачку Прямо на дороге И уехали И бедный ребенок Минут 20 Сидел Пока мы увидели Что ее у нас оставили Она конечно Еще совсем маленькая Ни к чему не приучена Но для своего возраста Как мы сейчас видим В общем-то Очень неплохо ходят На поводочке Вырастет Наверное Собакой Средних Размеров Еще мы Естественно Не стерильная Только обработанная От Эктоэндопаразитов И ждем в приюте Свою маму и папу Прелестница 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 Ну что ж, друзья На этом у меня все Но самое главное Мы сможем с вами встретиться Уже завтра Ровно в 7 утра На первом ярославском Самом утреннем Полезном Шоу Овсянка Не скучайте Хорошего настроения И хорошего Плодотворного Рабочего дня Пока-пока До завтра Доброе утро Область просыпается И снова новый день Начинается Первый ярославский Сделает твое утро Бодрым В отличном настроении Пойдешь на работу И не важно Маленький ты Или взрослый Утро надо начинать С овсянки Все просто Чтобы сегодня Все было отлично Включай в 7 утра Наше шоу Это логично Овсянка Овсянка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова